Друзья, рекомендую вам канал спортсменов от 17 до 28 лет. У всех разный уровень подготовки, от новичков до продвинутых. На канале будут обучалки, полезные советы по технике, программы тренировок и многое другое. Если вы хотите развиваться, то подписывайтесь на канал Спортики. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! Вы сегодня просили меня снять выход на две руки, как делать его, потом выход на одну руку. Но, знаете что? Чтобы научиться делать выход на две руки, вам сначала нужно научиться делать выход на одну руку. Сначала тренируйте флажок на правую руку, потом на левую, потом на правую, потом на левую. И в итоге у вас получается выход на две руки. Но перед этим я хочу сказать, что обязательно вам нужно подтягиваться 15-20 раз уметь. Довольно чистые подтягивания должны быть. Где-то 30-40 раз отжиматься от пола и 30 раз отжиматься на брусьях. И тогда у вас будет база, которая вас уже подведет к тому, чтобы сделать выход на одну руку. И в последующих, короче, днях уже на две руки вы сделаете, когда будете тренироваться. А сейчас я вам покажу подводящее упражнение для того, чтобы сделать выход на одну руку. Короче, друзья, первое упражнение – это удержание флажка. Делаем мы вот так. То есть с чего начинается у нас выход на одну руку? Мы должны подтянуться и выйти в флажок. Если у вас этого не получится, вот этот флажок закинуть, то вы не сделаете выход на одну руку. Поэтому максимум пытаемся держать вот так флажок времени. То есть максималку просто держите, держите, держите. Можете даже на одной руке пытаться держать, но это довольно сложно, потому что вас начнет переворачивать. Поэтому держите на одной. Потом, когда научились уже держать на вашей сильной руке, потом переходите на вашу слабую руку и держите на вашей слабой руке. То есть оп, и задерживайте на этой. Самое важное – флажок закинуть так, чтобы ваш сустав в плече зафиксировался. И тогда он будет держаться нормально. Когда вы уже научились держать флажок, что вам остается? Когда вы вошли уже в флажок, вам остается выжать немножко вот эту руку, наклонить свое тело вперед и потом перенести эту руку во второй флажок. И тогда у вас типа выйдет на одну руку. Смотрите, как это делается. То есть оп, выжимаете, переносите тело и вторую руку тоже перекидываете. Все очень просто. Я думаю, это единственное упражнение подводящее для выходов на одной руке. Но, естественно, как я и сказал, что нужно уметь отжиматься, подтягиваться, отжиматься на брусьях. Эта база обязательно должна быть. Итак, друзья, переходим теперь к выходам на две руки. Какие мышцы у нас задействуются? По моим наблюдениям, я их редко делаю, эти выходы. И когда начинаю делать, да, с ребятами соревнуемся, вот, у меня задействуются плечи болят, потом спина вот в этих местах. То есть не широчайшая, а вот здесь круглая мышца и так далее. Короче, смотрите, что надо сделать. Сначала вам нужно подкачать плечи, да, потом спину. И, естественно, вам нужно делать два подводящих упражнения. Показываю. Первое упражнение – это взрывные подтягивания, то есть обычные. Вот такие подтягивания. Можете даже подбрасывать ноги, чтобы у вас долетало прямо до груди. Второе упражнение. Второе упражнение – это когда вы уже залетаете на турник. Любым способом, неважно, можете вот так даже залезть, как хотите. Короче, самое главное вам принять упор на турнике сверху и делать сжимания. То есть это поможет развить вам трицепс. То есть смотрите, вот такие. Это, в принципе, два упражнения подводящих, которые, ну, такие вполне хорошие для того, чтобы обучиться выходу на две руки. Это 100%, я так учился. Вот, смотрите, есть два выхода силы. То есть один техничный, когда вы, смотрите, запрыгиваете на турник, и у вас тело начинает сразу же лететь вперед вот таким вот образом. И смотрите, когда вы запрыгнули, оно летит вот так. И когда вы, типа, назад уже отталкиваетесь, то в этот момент вы должны резкой инерцией подкинуть свои ноги и взлететь. И сделать вот такое. То есть вы должны не просто, как бы, выжать себя вверх, а вы должны по диагонали, как бы, вот таким вот образом сделать. Оп, и залезеть на турник. Смотрите, как это выглядит. Выглядит это вот так. Запрыгиваете, то есть у вас тело идет вперед, и сразу же, как оно идет назад, вы уже начинаете взлетать. Еще раз показываю, как это выглядит с самого начала. Запрыгиваете, оп. То есть вы поняли, да? У меня, как бы, руки не вот так пошли, то есть, они пошли вот так. Дугой вот такой. И я залетел, получается, вот таким вот образом и встал в положение вот так. И потом остается просто выжать. Для этого нужны трицепсы. Поэтому качайте трицепсы, и тогда легко будете выжимать. А трицепсы качают вот то-то упражнение, которое, ну, в стойке наверху, когда вы стоите на турнике и выжимаете себя вот так сверху. Так, ребят, показываю еще раз. То есть, когда вы летите вот туда, вы резко вот на этом моменте, когда вы начинаете лететь назад, вы подкидываете ноги прям вообще в грудик своей. Смотрите, как это происходит. Сейчас будет в замедленном моменте это все, в замедленном действии. Смотрите, запрыгиваем на турник. Так, немножечко раскачка. И вы подкинули и залетели просто, и потом выжили. Все очень просто. Второй вариант выхода силой, это выход силы, просто силой, вообще без техники. У вас тело прямое, и вы выжимаете просто вашими руками, да, то есть легко. Сейчас Слава покажет, как вам это делать. Давай еще разочек. То есть, он, короче, без раскачки делает. Итак, ребят, для того, чтобы делать выход силой без поднятия ног, без какой-либо техники, а вот именно чисто мужицкой силой, то вы должны научиться и больше подтягиваться, и больше отжиматься от турника, и обязательно отработать это движение. Вот это очень важно. Самое главное, стараться держать ноги вместе и прямыми, чтобы не было инерции. И если вы еще не идеально можете без прям движения телом, можете сначала чуть-чуть начинать приподнимать ноги, потом еще меньше, 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 и так вы вообще не будете включать ноги в движение. Итак, друзья, подводим итоги. Первый выход силой – это на одну руку, потом на вторую. Делается это так. Таким образом. Теперь на левую руку. Теперь просто выход силой на две руки, стандартный, с раскачкой. И Слава показывает свой коронный, без раскачки, с силой. Он даже усложнил, он делает на запястьях. Улегчил. А вы так сможете? Итак, друзья, спасибо за внимание. Надеюсь, все четенько было разложено вам, вы все поняли, все понятно для вас, я надеюсь. Поэтому, если понятно, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Увидимся в следующем выпуске. Пока!